Я занимаюсь выборами в этом районе с 2002 года, как вступила в партию. Так получилось. Начинали мы буквально по-боевому. Воевали в судах, потому что ни одного члена участковой комиссии с решающим голосом не пропускали. Бембеев стоял просто насмерть. С помощью Теблеева, с помощью суда мы добивались каждым годом потихоньку. Сейчас у нас все участки, как говорится, и даже наблюдатели прям молодцы. Можно сказать, что боевая группа хорошая. Многие работают не один год уже. Поэтому они в комиссии уже, как говорится, свои люди. Но есть такой нюанс. Может быть, со стороны кажется, что он один от оппозиции КПРФ. Возможно, он боится вот этой всей комиссии, которой шесть человек давят. Ничего подобного. Люди это проверены. Они иногда, да, приходится им идти на компромисс. Потому что если вначале мы скандалили, воевали, двери открывали ногами. Было, честно говоря. Да. Я, например, лично, когда не показывали бюллетени, я их просто смакивала вниз. И меня угрожали, что милицию закроют. Я говорю, закрывайте. Закрывайте. Завтра весь поселок обойду и скажу, вот вы украли голоса. Хотя, может быть, на самом деле этого не было. Такие вещи сейчас уже не проходят. Да, это было вначале. Сейчас надо работать более, вот правильно вы подметили. С людьми надо работать. Идти где-то вниз в головах. Компромисс. И вся работа вот потихоньку меняется. Почему? Я вижу из года в год. Сейчас вот картина меняется. И даже в некоторых, вот 18-19 год, да, у нас на Цаганамане, на участках, вот, например, Волжский, на биостанции, у нас идет прям с единорсель 31-34. Вот так. Почему? Потому что люди уже начинают правильно голосовать. Но последние вот выборы показали, потому что это был коронавирус. Я сама ходила по дворам на всех участках, да, на трех успела. Люди не открывают двери вообще. Не хотят голосовать. А Единая Россия по звонку своих всех подняла, и они говорят, дружат. И они все равно количество выбрали. Остается наша работа, которая вот именно агитатор. Это самое трудное. Почему? Потому что нас мало. Мы еще не столько дел сделали, чтобы заслужить доверие. И еще надо учесть, что до этого глава у нас был очень жестокий. У него даже прозвище было в семье, я знаю, да? Да. Благодаря ему я 20 лет без работы. Да, мы помним. И многих он без работы оставил вообще без ничего, как говорится. Но теперь прошел новый глава. Мы же у него были по дому и по группой ходили. Это совсем другой человек. По нему видно, что он идет на контакт. Поэтому нам, как говорится, надо не борзеть, а все делать в правовом каком-то пространстве, что ли. А этому, конечно, надо учиться. Каждый день мы учимся. Ну, мы такие, пока живые мы учимся. Вот это учеба первый раз. Сколько лет я просила, говорю, приезжайте, учите нас. Да, к сожалению, у нас наблюдатели не меняются. Одно учишь, другой приходит. Ну, жизнь. Поэтому спасибо вам, что вы первый раз приехали. И теперь мы будем знать. Объявляется, что эти ящики для голосования вне избрата участков вам оглашает список. То есть, сводная ведомость называется. Сколько человек подало заявление в письменном виде и сколько по телефону. Там телефон указан, все указы должны быть. Согласно этой документу подводится итог, например, 52 человека. 52 человека подводится итог. Бюллетени берутся, кроме того, что 52, бюллетени еще 5% на всякий случай. Не больше проголосовали, принесли, поставили. Этот ящик, который вы привезли с этого, он не должен находиться где-то там под столом, за столом. Он должен на леду находиться. Так же, как и избирательный уровень, должно быть. Курлосу всегда перед уроком под наблюдением. Это наша ошибка не всегда делать. Кто выехал, все такое. Если же они будут выезжать раньше времени, установленным законом, значит, это основание для того, чтобы написать жалобу и опротестовать эти действия. Положено на два, значит, в 20 часов выезжаете. Они же будут уезжать с утра с этим ящиками и до вечера до 8 часов. Кто там голосует, как голосует, нам неведомо. А Памфилова насчет этих новелл, она так сказала, она полностью поддерживает. Ну, вы знаете, да, на последнее время все поддерживает. То, что связано с нарушением, она все отрицает, все остальное. Она, сами видите, она глаза закатит и все. Путин, Путин, все правильно, все это самое. Так что надежды такой нет, нам надо самим сработать. Скандалов таких не надо, только по букве закона. Жалоба есть, написали жалобу, требуйте от председателя участковой комиссии ответ на нее. А то мы напишем, потом ее берем, потом нам... Я дважды входил в этот коммунистов избирком республиканский. Там приходят, конечно, все, в том числе и наши, приходят и начинают там на этом совещании говорить нарушение. Спрашиваешь, а что у вас есть, кроме ваших слов? Как правило, у них ничего нет. Ни видео, ни аудиозаписи, ни акта, никакого ничего нет. Если документов нет, никакой суд, никакой избирком наших жалобов о дотасе не удовлетворит. Нужен фактический материал. Звонят отсюда, как хотите делать. Понимаете? Я слышал, жаль, сколько я говорю. Это Бибеев звонил, наседатель, и секретарь Блохина. Вот пока их не уберут, нас толку не будет. Потому что им доплаты, сейчас с ним только разговариваются. Они доплату получают. Ну они же ветераны в этом деле. Он напейся, он напейся. Они по старинке все делают. Вот в чем дело. Все единая Россия. Но они люди уже, знаете, их будет трудно заменить. Искать надо будет такого лавка человека. Весь трюксюхного, да? Долго. Они же не готовились. Незаменимых нет. Я вот смотрю тоже, пенсионер. Бибеев уже 80 лет скоро будет. 75 лет сколько можно. Дороги сломаны, больница закрыта, все развалено. И все возмущаются. А что у нас так? А что? Потому что каждый свое дело не сделал. Своевременно. Да, один раз в год. Но надо подходить к этому очень-очень. Я, может быть, фанат, поэтому так говорю. А мне хочется... Дай людям проголосовать, как они хотят. Вот нахуй нам дают. Я все так говорю. Рад в жизни. Дайте проголосовать. Не надо давить. А просто вот как получится. Сын где-то работает, дочка там работает и начинает они вбражение. Где-то школу заводит, она учителя, например. Ты что там? Наша задача. Сохранность. Чтобы она немножко рот запракрыла и себя вкрунилила. А дочке пригрозили в школе. Мать убери оттуда. Типа такого. Она обед принесла мне. А они ее, что там, не знаю, не сели. Ну вы же помните на первую школу? Что сделал Теблеев? Нашего прям со страха. С Астраха. Он нашел им родственника здесь. С ханоманью. И напоил. И все. И мы потеряли первую школу. А так хорошо у нас все шло. И все. А человек с Астраха не приехал. Что-то откуда? Мы его встать не стали. А вы специально тут не взяли, да? Чтобы он это не был. Ну что теперь это Теблеев убить, что ли? Команда канала Зан Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов. Ну, давайте мы перейдем к нашему разговору. Ну, первое. Хочу вас поблагодарить, что вы пришли на эту встречу. Хочу сказать, что год у нас 2020 закончился. Год, знаете, очень тяжелый. В связи с тем, что у нас пришла такая вот муга, 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 что она на всех влияет таким образом, что мы, особенно аграрный сектор, потерпел плохие, так сказать, и показатели плохие. Но вы знаете, с чем они связаны. У нас впервые была такая засуха. Впервые была такая засуха, которая началась, значит, в мае месяце. И, в принципе, в мае месяце нужно было уже трубить, как говорится, трубы о том, что у нас будут бескормиться. К сожалению, например, получилось так, что руководство республики не сумело вовремя понять вот эту вот большую катастрофу, которая будет у нас в сельском хозяйстве. И, в принципе, письмо, как бы, тревоги было написано в августе месяца. Поздно. Очень поздно. Поэтому, значит, выделение, значит, средств где-то в пределах 567 миллионов, ну, по крайней мере, то, что выделено было правительством Российской Федерации, пришло очень поздно. Они пришли, в конце ноября месяца, значит, распределили, вы понимаете, когда, как можно в ноябре месяце ввести закупку кормов, когда все уже продали, так сказать, кто хотел продать, так ведь, да? Естественно, конечно, оставили для себя. Для себя, который продает, в два раза дороже продает. Это же элементарно понятно. Это первый вопрос. И второе. Когда скот уже ослаблен, его хоть как кормить? Вы уже ничего не сделали, тем более, например, это маточный поголовь, вы понимаете, что случная компания прошла. Значит, раньше было так. Если, например, смотрели, специалисты, имея в виду зоотехники, они смотрели и говорили, что вот атара, например, Манжиева, ее не надо сегодня в сущную компанию, потому что она слабая, значит, мы ее всю потеряем. Давайте мы ее оставим, и не будем случать. И так выходили, находили, где-то из 10 атар, например, 5-6 атар, которые должна была более крепкой, ее пускали в сущную компанию. То есть выборочно, потому что животные были ослаблены. К сожалению, у нас были примеры другие. Те частники, значит, кто частник, значит, они продумали все это дело. Многие, значит, не случали. Ни скот, значит, ни овцу. А вот получилось, когда мы приехали, пример, я привожу, а не получилось так, они в сущную компанию пустили 22 тысяч волцаман. И вы представляете, на сегодняшний день я сказал, значит, министру сказал, когда было, значит, заседание после сессии Народного курала, значит, и мы туда приглашали, значит, всех и говорили, хотя они говорят, ну, это было в ноябре месяце, я говорю, как же вы хотите зимовку проводить? Они говорят, мы сейчас закупили карман. Я говорю, ну, хорошо, вы в ноябре месяце закупили карман, значит, а вы понимаете, что сущная компания уже прошла. То есть вы слабую, значит, матку пустили, значит, под эту подслужку, она сегодня крепла, вернее, неокрепшая, значит, она идет у вас, говорю, ну, и что, в ноябре месяце не было вас, как вы сейчас привезли, ну, декабрь, там, февраль, в марте уже отвод. Так же, да? Как вы хотите ее там поддерживать? Ну, было бы, например, если могли бы мы сход поесть, значит, парным молоком и все остальное, значит, возможно, такие будут отводить. Это я понимаю. Ну, а когда, значит, когда мы увидели, что матку кормят, значит, вот таким вот камышом, значит, ну, какой смысл там вообще? И она, естественно, конечно, дохнет. Но самое главное, вы понимаете, в чем дело, дохнет же не только вот эти вот, будем говорить так, государственные, значит, государственных предприятий, на падеж идет, значит, у частников, у частников идет, у всех, то есть участники то, что оставили, они думали, что они пройдут, у них дохнет, то есть у них есть корма, все, но, тем не менее, начался, авитаминоз начинается, значит, И крупный рогатый скот падает, даже справный крупный рогатый скот падает в связи с тем, что в период, когда необходимо было, витамины все нужны были, но не получили. Вот понимаете, такая ситуация. Вот мы в степи проезжали, в степи лежит покипший скот, грязь, просто нет возможности скот выкинуть в скотомогиле. Скотомогилники все забиты. Поэтому в этом отношении, конечно, то, что в 2020 год в агропровышленном комплексе нанес такой урон, конечно, это есть незнание, будем говорить так, или же недопонимание вот этого всего, когда надо было вовремя трубить. Она принесла вот такие нам, как сказать, нехорошие результаты. Можно и халатность называть, я согласен. Что касается других, хочу вам сказать, что на 1 декабря 2020 года я получил отчеты Министерства экономики и развития, по которым выполнение национальных проектов, в том числе, значит, мы входим, значит, так, вот в национальные проекты, мы по 10 национальных проектов, значит, вхожи, и по ним, значит, мы ведем, значит, вернее, внедряем, значит, объект соц. прудьбы. Кроме этого, у нас есть 21 государственный проект, республика Калмыкия. Вот в общей ситуации, значит, на 1 декабря у нас было где-то в пределах, значит, 70% исполнения. Вот. Где-то есть 68, где-то есть, значит, так, ну, я примерно говорю, где-то 70-75% исполнения. То есть это на 1 декабря было. За месяц вы прекрасно понимаете, что исполнить это как бы нельзя. Значит, из всех соц. культ. бытов, в объектах соц. культ. бытов, в декабре месяце 20-го года, как положено, было, значит, сдан только детский садик в совхозе «Приманыч». Остальные объекты, значит, у нас перешли на 21-й год, значит, и будут идти под сдачу 21-го года. Это имеется в виду школы, детские сады, значит, школа, например, в этом, вообще, в Малогербетах, она пристройка идет, значит, в декабре месяце. Они не смогли, хотя готовность была высокая, не знаю, там какие-то проблемы начались, по всей видимости, уже она перешла. Так же и школа, значит, в этом, как и в селе Троицкого, она тоже переходная, значит. К сожалению, например, полностью не сдан комплекс пристройки в городе Городовиковске. Это казачье училище, там тоже пристройка большая, ну вот. К сожалению, тоже, значит, ее сам комплекс имеется в виду полностью, он не сдан. Там отдельное, может, здание, может, сдали каким-то образом, но, к сожалению, она уже в течение двух лет сдается. Два года еще назад она должна была сдаться. К сожалению, вот таким образом у нас ее исполнение. В чем причина, значит. Ну, в принципе, я так думаю, что, естественно, конечно, слабая кадровая политика нашего руководства в исполнительных органах. На мой взгляд, конечно, значит, ошибки те, которые при расстановке, подборе кадров были, они, естественно, сказываются, например, на итогах работы. Поэтому я считаю, что вопросов очень много, которые необходимы на сегодняшний день, значит, исправлять и делать. По нашим островам. Я этот вопрос завозил. Я этот вопрос выносил на голове, так? Восстановили природный парк. Там был природный парк. Да. У нас рядом, Астраханск область, в Черноярском районе, Ахтопинском, два природных парка. С этой стороны, Копынок, это тоже, в Астраханской области, 51 природный парк в Астраханской области. А у нас остаток калмыцкого ханства, 7 тысяч гектар, никак никто не может все раздали. Я обращался к главе, и потом в Минприродный ходил, восстановить природный парк. Природный парк, замминистра Каминов, говорит, да, мы, нужна поддержка. Мы всегда за, утеряли большую территорию, 7 тысяч гектаров, там сейчас 14 или 15 разных точек, которые нам ничего не дают, загаживают. Вот недавно, зимой там взимовался скот, сдох он там, никто ничего... Пойдешь, там, Кабун перегнали, там прям туши лежат, коней. Да, вот я обращался к Барада, сейчас вот вода поднимется. Барада обращался к главе, в леску, а сейчас жду, пока он высохнет, там, куда надо гнать трактор, вывозить. Како называется? Место, как называется? За Волжин, Симонбул. Да, на острове Келькенском. Там фирма. Там скотину пригнали с степи. Я говорю, зачем... С Хорбы. Зачем вы туда скотину гоните? Мне надо скотину спасать. Ну и получилось, как всегда. Обосрали все, а надо срочно восстановить. Это последний остаток холмыцкого ханства. Если мы это не восстановим, то завтра мы останемся черт знает где. И вот тут я ставлю такой вопрос. По сачку тепловить, произвести перерасчет оплаты за поставляемую воду, так как она не соответствует требованиям ЦАНПИНА. Вот тут у меня документы Роспотребнадзора, что эта вода вообще говно. Чехницкая. Нет, она не чехницкая, она говно. Потому что плавочим насосом все сверху схватывает, она не проходит никакой фильтрации. Не чистая. Прямая вода. Так, произвести перерасчет по закону за три года. Все. Есть юрист, все. А почему я так иду, говорю. 25 марта была публикация в интернете, что прокуратура подняла вопрос о несоответствии. Значит, материал можно взять при шпандовке и к нему дальше двигать. За три года. Да, за три года. Так что, ага. И пересмотреть тарифы, которые они утвердили нам. Там у них, если по старому, я как помню, 250-киловаттные моторы стояли. Ага. И на этот расчет делаются. Но надо уточнить. Какие сейчас стоят. Да, какие сейчас стоят. Теперь, в связи с прекращением централизованной подачи воды в населенные пункты РМО, выделить пять автоводовозов для населения сельских территорий. Там вода стоит черт знает сколько, а в связи с существующим законом номер 416-354, там, ну, в общем, целый комплекс законов. Если прекращена подача воды централизованной, то местные органы власти должны... Подвоз. 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 Видели же, сколько показывали. Там водовозы все бегут. А мы что? У нас вот тут берут 600-700 рублей. А там-то дороже стоят. Частники, ага. Один водовоз только вот за сколько длился. Один водовоз дали в ЮСТУ. А должны были шесть водовозов. Каждое село дать и снизить плату. Видите, в чем дело? Установили увековеченные памятники 110-й дивизии. Ага. 13 ноября. А я вот тут... А, тут газет не принес. Поднимал вопрос уже два года, так? И никак не пробил, ага, наших этих вот стук, типа бумаги. Я вам передам. Ага. Не установят памятник. Они упёрлись в коллаборационизм вот этого чёрта. Ага. Откуда кто знает? Кто это был? 110-й коллаборационизм? Да, да. Ну, Штыгашев. Ну, Штыгашев. Огурчиц. Полтавец. И вот тут у меня список есть. Уташ Борисович сдавал. Всё с ним согласовано, что у нас Борисович. А эти местные органы власти упёрлись. И всё. Едва-едва мы добились. Уже будет к 26-му, ну, 20-му апреля установлен памятник. Чернобыльцам. Тоже два года бились. Ага. И там самое интересное, если вы историю изучали, а вы историк, да? Да. Установили памятник хану Орлику. Это не хан Орлик. Это погонщик-вербедок, кипчак. Калмыцкий воин. Совсем другое имеет формирование. Спирическое тело. Ага. Давид Никитич Кавальтинов как сказал? Плох тот человек, который язык свой не знает. Но если он не знает свою историю, то он вообще... Кюмеш. Ага. Вот в чём дело. И я доказываю главе, тому главе. Они со мной спорят. Что тебе, говорит, он мешает, что ли? 36 миллионов веков. Вот. 36 миллионов в парке выложили, викинг. А вот рядом стоит память хану Орлике. Мы посмотрели, скульптуру Васькина. Ага. Это совсем другая. Хан есть хан. Воин. Он имеет регалии. Бердыш, бердыш, там чего только нет. А это голову погонщика вербедов. Я его подвыковал в интернете, и фотографии, и всё, и всё, и письмо там. Но никто. Так что вы приехали, пока, пожалуйста, если есть возможность, пойдите, фотографируйте. Там вообще пень-колоду построили. Скамейки на проходной части. Там уже плитка вылазит. А никто не принимал его. Кто принимал? И там во время что-то не поливает? Так ее не поливает там. Люди сами хочут уже. 30 миллионов угрохали, а толку с этого. Это что, парк, да? Да, полиродный парк. Вот тут я носил... В прошлом году сделали, в прошлом уже переделывали. На семья Геннадий Иванович, вот письмо, подпись есть. Ничего не сделано. Там посажено 53 дерева, из них половина уже. И там должны было газоны сделать, газоны, траву посадить. Ну, чего только нет. Ничего не делали? Ничего нету. Вот в чем дело. Все знают, что я вот таким делом там... Я поливал три года, но последний 22 июля меня какая-то муха укусила. И до сих пор вот тут дергается. 30 декабря 2011 года до 1998 года пенсионерам платили безводные. Да, вот я хотел понять просто. Безводные, какой-то дурак. Извини, что говорю, дурак? Я сам все открываю. Очень умный человек написал Москву. Почему пенсионерам платят два раза безводные? Мы сняли все. Ага, в 2011 году, 30 декабря, постановление номер 1237 установили повышающие коэффициенты с ратутником правоохранительных органов. Получается, ага, у нас анекдот. Жена работает медичкой, там, учителем, а он полицейский. Спят под одним аниелом. Он 30 процентов получает к пенсии, к зарплате, а она 20 процентов безводная и не получает. Вот, к зарплате 20, а на пенсию нет. Видите, в чем дело? Вот это тоже папку я вам. Хорошо. Ага, писал я вам это, тут есть письма, ага. В Народных Урал тут сбор подписей, все, все. И вот так получается, очень интересно. О, и теперь самый тяжелый вопрос. Тут наш, есть люди. Самый тяжелый вопрос. Ага. Вахтовый поселок у нас существует с 85-го года, когда строили Ющинский водопровод. Волкот играется. А потом Волкот играет. Ну да. Только 10-й там был? Да ладно. Волкот строится. Тут Ющинский групповод, Северный групповод. И на базе ПМК-14 там установили для рабочих вахтовые вагончики. Ну они там посменно проезжали. Ну потом, когда все развалилось, люди заселили. Людей заселили. И Сельский совет принял на свой баланс. А на свой баланс и утвердил, как жилищный фонд. И людей заставили выкупить. Так. На жилищный фонд установили. Но они, это железо... Они вот эти вагончики относятся по балансовому учету, как инвентарный объект. Как кончился стройка, она списывается, уничтожается. И стоимость относится на стоимость объекта. Но они остались, живут в этих приспособленных помещениях. И никак, вот тут целая кипа занимается отпиской. Кому только президенту... 20 промаданных человек. Сейчас там 20 вагончиков. Ага, и 3 вагончика сельского совета. 17 вагончиков собственности. И они его признаны, да? Да, и они никак не... Сельский совет никак не хочет признать аварийным. Потому что там, говорят, они обложили. Конечно, обложили. Но это совсем разные вещи. Обложили и капитальный объект. А завтра его поднял, он же передвижной. Поднял и утащил. А подвергаются экспертизе те объекты, которые прочно связаны с землей. А этот и несущий значение как жилое помещение. А это не жилое помещение. Это вахтовый поселок, утвержденный цикл. Постановление ЦК КПССССР в 78-м году как временно вахтовый. Все. Видите в чем дело? Вот тут почитайте, посмотрите. Тут 2-3 ответа. Это прокуратуру, президенты. Нет, абсиды нет. А абсиды не хотят проводить. А как только абсиды проведут, то они должны бежать туда. Я вот последние 2 года сам бегаю, ну в смысле помогаю жильцам проводить в Олесье экспертизу. Уже 2 раза я сдавал документы, сейчас 3-й раз готовлюсь на документы и вещей. У местных властей не получается. За такую сумму сделать. А там 30-40 тысяч просит. Я как старый человек, они знающий мне помогает. Они не мне помогают, а народу помогают. Борис Кукенович нам так помогает. Да, Борис Кукенович, Кукаев, Сергей. Они наоборот против. Я думаю, Кукаев Сергей поднялся. Объекты капитально-строительственные. На нашем канале появилась кнопка спонсорства. И я решил рассказать вам, что же такого интересного она может дать. Теперь у любого желающего появилась возможность напрямую влиять на развитие нашего канала и на его возможное будущее. Делать это вы сможете как раз через спонсорство. Активировав данную функцию, для вас станут доступными некоторые возможности, закрытые для всех остальных. Например, спонсоры канала смогут выбирать тему для следующего выпуска. Также будет доступен уникальный фото- или видеоконтент. У всех спонсоров рядом с ником появится специальный значок и доступ к фирменным стикерам.